а вот и вторая часть моих мамиллярий сегодня покрупнее и начнем вот это вот мамиллярия у меня несколько лет любимая покупала я ее она была одна такая вот небольшая ну сантиметров 8 может и 10 ну подросла она хорошо в том году дала она детишек нравится она мне дает она много детишек они такие кучкой растут хорошо красивая колючки у нее вот это вот пушок у нее цветет правда не обильно но мне нравится и такая эта мамиллярия у меня недавно появилась это подарок татьяны вот от нее у меня уже две мамиллярии тоже она вся в бутонах скоро будет цвести такая вот блондинка совсем светлые колючки у нее а цветочки вроде бы обычные розовые так жду увидеть ее цветение она у меня с осени вот таким ростом который сейчас вы видите густые густые колючечки очень мне нравится вот такая у меня еще есть мамиллярия так не знаю если видно у нее тут не поймешь где что у нее такие вот колючки запутанные вот это вот центральная мама тут у нее детишки детишки дают свои детишки и вот так вот пока она еще не цветет может даже она и цвела у меня зимой кажется она чуть-чуть цвела белыми цветочками такими нечисто белыми и это подарок мне и ударил дядя с его женой когда-то мне пришли в гости и подарили вот такой вот мамилляречку маленькую в горшочке таком глиняном наверное 5-6 сантиметров такая одна розеточка была интересненькая мне тогда показалось но такие вот колючки запутанные и вот ореоли у нее такие вот удлиненные интересная и вот она разрослась правда ее долго имела в этом маленьком горшочке она не могла разрастись но потом думаю уже все надо пересаживать и опять же ее пересадила что-то маленькое не давала в общем ей разрастаться но потом вот все таки она попала вот в такую вот пьялушку вот смотрите какая советского союза и вот она разрослась и там у нее еще конечно детишки полно интересная она такая вот какая-то непонятная и такую мамиллярию не увидишь у всех как вот я поняла не очень если вот такие вот скажем такого вида есть у всех вот такая вот не у всех но она не редкая но конечно же она не редкая ну я ее люблю тем более еще и подарок вот так вот сохранилась она у меня много лет ей ну лет семь точно вот такая интересненькая еще у меня вот такая вот красненькая такая рыженькая даже красно коричневенькая она у меня тоже немало лет совсем немало так тоже в пьялушечке в узбекской а вот и покупала ее но она была ну одна вот такая вот несколько двумя-тремя детишками растет очень очень медленно очень ну вот мама скажем вот и были у него несколько таких вот маленьких детишек вот всего столько она у меня разрослась очень медленно растет не знаю мне кажется эти красные все-таки медленно растут но она очень красивая у нее беленькие цветочки вот она уже вся в бутонах и она мне нравится она мне нравится потому что он такая вот другая не как все хочу чтобы она разрослась стала такая вот заполнилась вот это вот все вот этими скажем побегами будет такая вот пышная красивая да она и сейчас красивая в принципе вот такая вот мамиля речка еще у меня есть ну и конечно же как я могла обойтись без этой беляночки мамиля речки она у меня вот такая вот масенькая хотя она когда-то у меня у меня было и много скажу у меня было керамический горшок такой широкий низкий широкий он был заполненный когда-то такими потом что-то загнило я садила всего несколько так вот и выращиваю на и всегда вот я ее сдерживаю так по чуть-чуть и я ее она у меня уже она меня не так вот интересует как раньше она у меня из первых мамилярий и это мамилярия кстати у меня такая мамилярия мне и маме досталась от той женщины которая нам дала первые кактусы суккуленты и она у нас еще с тех пор ну конечно мы периодически обновляем это не та вот именно но это ее потомство той еще от той женщине это было еще в 90-х годах вот примерно девяносто четвертый девяносто пятый вот так вот и вот с того момента в общем у нас вот такая мамилярия у меня у мамы у многих она появилась и вот она вот так вот и есть это которая с белым цветочком ни в коем случае не с розовым самая обычная ну вот такая вот беляночка есть есть так и есть избавляться не избавляемся но и не размножаю хотя ну когда вот ты только начинаешь заниматься скажем и появляются первые кактусы она из очень интересных кажется всем все ее хотят ну а потом вот видимо привыкаем уже как-то не очень она нам так симпатирует ну по крайней мере она есть а может даже она на меня обижается из-за этого тоже не очень даже хорошо и растет какая-то вот она такая вот у меня не очень слабенькая ну ладно я еще пересажу ее и может она станет лучше она тоже в красивой пиалушке вот такой вот в крапинку и вот перешла я крупным мамиляриям это мамилярия у меня с прошлого года покупала я ее когда кажется осенью кажется осенью если не ошибаюсь вот таком она у меня большом керамическом горшке красавица желтыми цветами цветет у меня она еще не цвела и вижу там ничего еще не собирается может рано были у нее даже детишки уже отсадила кое-что когда ее пересаживала вот в этот горшочек хорошенькая интересненькая я жду увидеть ее цветение такая вот она крупненько такие у нее толстые вот эти вот ореолы как их такие выпуклые интересные я даже не узнала что это мамилярия когда купила думаю что за кактус то мне подсказали как всегда мои зрители и я уверилась посмотрела увидела какой цветок и такая вот прям вот ну жду жду уже увидеть ее цветение оно красивое такая вот хорошенькая и крупненькая вот такая у меня еще есть мамилярия и вот я вспоминала и не вспомнила откуда она у меня покупать я ее не покупала это точно я помню у кого-то откуда-то я взяла черенок а вот не помню откуда совсем не помню обычно я запоминаю откуда у меня растения а вот это не помню ну ему много лет ну наверное больше пяти дзак ну иди ему мальчик уйди я снимаю уйди уйди пришел посмотреть интересно до этого же все понюхал ну знаете вы эту она тоже довольно обычная цветет она обильно когда цветет у нее цветочки знаете такие вот кремовые что ли как их назвать ну так даже уже кажется вот появляется где-то вот я вижу там вот что-то есть колючки у нее такие вцепиться все пропали ну такая вот растет она пышненькая семейкой плотная такая ну она у меня не вытягивается потому что она как-то правильно выращена и сейчас она видите такая вся такая сжатая такая не вытянутая но это недостатка еще полива я еще очень мало поливаю потому что я ее еще не пересадила не подсыпала не подсыпала ей свежую земельку еще не поливала вот она вот такая стоит как начну поливать она как-то такая более станет пухленькая ну хорошенькая хорошенькая мамилярия очень легкая есть у меня такая даже в улиточке вы ее видели мои постоянные зрители знают растет она там много лет и цветет в улиточке вот такая вот хорошенькая мамилярия еще в моей коллекции и конечно же у меня есть и такая мамилярия она очень крупная она тоже в таком вот горшке и у меня есть история если я вам скажу с какого года она у меня эту мамилярию мы купили в маленьком красивом горшочке даже у меня еще горшочек сохранился красивый такой глиняный покупали мы с мужем когда были в свадебном путешествии сразу после свадьбы на следующий день мы уехали в путешествие и вот там мы купили в каком-то магазине не знаю проходила увидела на острове мы купили вот этот вот мамилярию честно говоря мне привлек внимание ее горшочек очень красивый такой вот с тарелочкой такой квадратненький такой красивый был горшочек ну конечно же и кактус у меня тогда такого не было и вот с того времени он у меня был он у меня в еще побольше горшке ну прям пышный крупный такой вот широкий горшок глиняный потом он мне один год загнил я спасла там детишек ну детишек много верхушки все можно в принципе спасать если вот этот не загнет корневая сколько детишек можно спасти ужасно много я спасла очень много раздала и опять себе посадила и опять он разросся и вот 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 такой он очень много сильно разрастается я его уже вот не хочу пересаживать побольше хотя надо пошире хотя надо потому что ему надо куда-то вот разрастаться ну думаю ну куда уже куда много места занимает а у меня все таки немало сейчас у него такие вот детишки все мелкие тоже этот за того что не поливался как начнется поливаться вот они растолстеют тоже вот жди ты тоже водички моя хорошая вот такая вот история у этой мамилярии она выжила все холодные зимы все она у меня столько много лет представьте это с двухтысяч на первого года сентября двухтысяч на первого года она у меня вот такая вот у меня и это предпоследний последнего тоже есть небольшая история и вот она помещается в кадр моя самая старая мамилярия она уже очень очень старенькая сейчас я вам скажу сколько ей лет так она у меня с двухтысячного года ей двадцать лет она взрослая девушка ну для кактуса она старая ну покупал мне ее дарил муж муж дарил наверное вот такое вот маленькое растение семь восемь сантиметров в маленьком горшочке вот этот как его пять пять с половиной сантиметров который самый маленький горшочек и с того момента я ее выращиваю она давала очень много детишек некоторые остались первых детишек я обрывала я отсаживала раздавала дарила потом решила какой-то момент оставить детишек вот дала она вот эти три больше никогда она не давала видимо обиделась на меня говорит отрываешь эти мои детишки не хочешь их и вот больше она мне не давала хотя я хочу и вот осенью буквально осенью перед зимой вот поздней осенью я заметила что она дает вот детишку там вот еще одна прорезается а смотрите какая у нее уже кожица видите какая вот такая серая она не высохла это просто она старая она очень старая и вот этих вот видите у нее корневая нормальная она тоже сейчас вот такая видите такая вся как сказать ну нет нет от нехватка полива вот она вот такая вся такая сжатая я уже поливаю но не обильно так по чуть-чуть и вот скоро скоро начну поливать уже больше и больше и она надеюсь такая потолстеет такая вот похорошеет она вот вся в бутонах ну бутонов вижу у нее немного может это только первые другие потом покажется а может уже и силы нету в том году она обильно цвела вот эта вся верхушка у нее было в несколько рядов у нее были бутоны и каждый год в этом году посмотрим как будто бы меньше что ли вот ну детишки конечно цветут я и осенью поменяла полностью грудь свежие добавила и подсадила вот сюда вот такие вот еще мамилярии чтоб земля не была пустая заполнилась вот это вот все хоть ну так пусть будут думать три вида вот таких вот мамилярий вот такая вот у меня старенькая старенькая пристаренькая мамилярия из первых ох из первых моя первая мамилярия все остальные были потом и конечно же я ее привязывала она гнется все вы знаете что она не стоит эта мамилярия какие эту капурии не делала она все равно падала и потом я увидела в интернете когда у меня появился интернет это, наверное, был год какой, ой, сколько лет назад, мне очень много, 2016, где-то так, нет, 15 может, да, 16, я увидела в интернете у какого-то, не знаю, блогера там, ну, это, ну, не тут, конечно, это, наверное, где-то у какого-то американца, скорее всего, или мексиканца, что-то такое, и видела у него вот такой вот мамилярий, они их вот так вот отпускают, и они отвисают, и я тоже решила отпустить, вот, отпустила, и он вот такой вот, получается, висит, а не стоит, но он стоять не может ни в какую, вот не стоит, и всё, и оставила его таким, хочет так, пусть так и будет, моя старушка, 20-летняя, это был последний, была последняя мамилярия в моей коллекции, скорее всего, она первая, ну, на видео, она последняя, вот такие вот у меня мамилярии, вот напоследок все вместе, ещё раз пройдёмся, посмотрим, на них падает солнышко вечернее, так хорошо, сейчас они как раз-таки вышли с беседки для снимок, пусть останутся на улице, пока я вычистю, всё сделаю, будут они на улице, вот столько у меня мамилярий, вчера было 13, сегодня 9, получается 22 вида, немало, совсем немало, есть у меня ещё на укоренение, наверное, вида 3, там с выставки, там обмен был, какие-то малыши, я их не показала, ну, ещё, думаю, не стоит, пусть они укоренятся, выживут, а потом, конечно, я их покажу, обязательно буду показывать в своих видео, и вот так. Если вам нравятся мои мамилярии, мои кактусы, мои видео, не забываем ставить лайки. Есть вопросы? Просто хотите что-то мне написать? Пишите, я жду. И желаю всем всего хорошего, красивых кактусов, цветочек, хорошего настроения. Не болейте, радуйтесь всем, чем вас радует. И я с вами прощаюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok